Добрый день, друзья! Россияне ждут от 2020 года коррупционных скандалов и отставок в правительстве. Очень интересная информация разошлась сегодня по сети. Левада-центр опубликовал новые статистические данные. Скандалов и отставок ожидают 66% респондентов. Это максимум с 2013 года. Массовых протестов 45%. Это рост на 10% пунктов за два года. Заметно снизились за год ожидания экономического кризиса на 8% пунктов до 49%. Мне кажется, потому что люди уже не знают куда же еще хуже, но возможно я ошибаюсь. Друзья, напишите в комментариях, ожидаете ли вы экономического кризиса или думаете, что мы уже и так на дне. Я лично жду еще худшего спада. И по стоимости валюты, и по мировой экономике, как в 2008 году и даже сильнее. Ждете ли вы кризис? Идем дальше. Снизились ожидания вооруженных конфликтов с соседними странами на 11% пунктов до 23%. То есть если раньше войны ожидали почти треть респондентов, то сейчас только четверть, даже меньше, чем четверть респондентов. А войны США или НАТО на 5% пунктов меньше 14% респондентов. И вот это очень интересно. Пропаганда федерального телевидения во многом построена на поисках внешнего врага. А тут оказывается, людям это уже не очень интересно. Они этого не очень ждут. Военная ситуация кажется людям вполне спокойной. Ведь президент нам показал великие ракеты, у нас мощная армия, мощный флот и все. Пропаганде в этом плане рассказывать-то особо и нечего. Хотя, конечно, ходят слухи от того же Валерия Соловья, что в Кремле готовят некую спецоперацию по присоединению к России новых территорий где-то на западном направлении. В целом оптимизма у россиян прибавилось так. 63% из них на 5% пунктов больше, чем в прошлом году считают, что Новый год будет лучше предыдущего. Лишь 55% опасаются, что Новый год будет напряженным для политики, а напряженности в экономике ожидают 57%, хотя год назад было 65%. При этом 65% россиян, это тоже максимум с 2013 года, полагают, что 2020 будет спокойным для них лично и их семей. Более оптимистичное ожидание от этого года можно объяснить двумя факторами. Все, для кого на первом плане материальные условия жизни, полагают, что дела стали лучше, потому что люди успевают адаптироваться к трудностям. Кроме того, есть и усталость от общего негатива. Второй фактор касается тех, кто следит за моральным климатом в стране. Их оценки не столь оптимистичны, это касается справедливости в распределении доходов и свободы слова. Эмоциональный эффект от миссионной реформы, которую люди называли одним из главных событий 2019 года, по-прежнему сохраняется, хотя экономического удара они пока не чувствуют, отмечают социологи. Протесты рутинизируются, поэтому растет ожидание народных волнений. Разоблачение коррупционеров тоже стало рутиной, мы с вами это видели, и люди считают, что такие скандалы продолжатся. За этим стоит убеждение, что высшее руководство страны, исключая президента и пару министров, насквозь коррумпировано и думает только о своем кармане. Последние международные события могут поднять тревожность россиян, но в обществе есть мнение, что мы сильнее и нам ничего сделать не смогут. Что и наделять людей спокойствием, добавляют эксперты Левады. Люди склонны верить, что наступающий год будет лучше, и отвечают так из года в год. Рост ожиданий был и по отношению к 2019 году на фоне пенсионной реформы в 2018. То, что сейчас оптимизма несколько больше, можно связать с усилением социальной политики государства, программы льгот и поддержки семей. Более оптимистичная оценка своих перспектив по сравнению с делами в стране, тоже обычная ситуация для всех опросов. Люди исходят из того, что на свою жизнь они способны повлиять в большей степени, тогда как на внешние процессы возможностей, а иногда и желания влиять, намного меньше. Вот в ожидании тех или иных событий, значимой динамики нет, считают эксперты. Респонденты чаще называют то, что и так происходит фактически. Например, скачок с 6 до 20% в ответах о возможности экономического кризиса пришелся на оценки ожиданий от 2015 года, то есть когда кризис уже случился в 2014 году. Ожидая коррупционных скандалов и отставок, россияне говорят именно о скандалах, а их за последние годы было множество. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Судя по этим статистическим данным, наши люди устали от негатива, и фактически, вместо того, чтобы начать как-то более активно себя проявлять в политической жизни, может быть, ждать протестов, хотя бы требовать посадок, ну, условно говоря, да, какое-то общественное мнение формировать, вместо этого люди решают сделать вид, что все и так нормально, что кризиса, скорее всего, не будет, войны не будет, всех плохих людей и так посадят, скорее всего, потому что в прошлом-то году сажали, в 2019-м было много всяких арестов, новостей по этому направлению было много, и получается ситуация «Моя хата с краю, ничего не знаю». Что обо всем этом думаете вы, друзья? Пишите, нам надо держаться вместе, только вместе мы сила. 2020 год будет очень горячим политическим годом, нас ждут серьезные перемены и, скорее всего, очень масштабный социально-экономический кризис. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты, ваша активность помогает распространить правду. По возможности поддерживайте нас донатами. Жду ваших комментариев, а до встречи уже завтра. Пока.